Рад приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы рассмотрим вариант изготовления печатных плат в домашних условиях на примере построения платы регулятора мощности. Для построения и редактирования файлов электронных схем использую программу Splint 7. А вот и есть наша схема. Для редактирования печатных плат использую программу Splint Layout. Набираю нужное количество образцов для печати и печатаю на лазерном принтере. Для печати хорошо подходит мелованная глянцевая бумага. Для очистки платы использую кухонную губку. С одной стороны у нее есть абразивный сух. Субтитры добавил DimaTorzok отрезаю нужное мне количество образцов и накладываю на очищенную плату. С помощью прогретого утюга буду переносить тонер с бумаги на текстолит. Этот метод называется LUT. Лазерно-утюжная технология. Далее подготавливаю раствор для травления платы. Для этого мне понадобится лимонная кислота 25 грамм. Обычная кухонная соль 25 грамм. Она служит активатором раствора. И перекись водорода 100 миллилитров. Объема раствора хватит для травления платы площадью 100 квадратных миллиметров. Пока подготавливается раствор, очищаю текстолит от бумаги с помощью проточной теплой воды. Далее подготавливаю раствор для травления платы площадью 100 квадратных миллиметров. Строго по размеру, а также удаляю лишнюю медь по краям. Строго по размеру, а также удаляю лишнюю медь по краям. На двух платах есть поврежденные дорожки. Я их выбраковываю и не пускаю в работу. На остальных платах минимальное повреждение. Исправляю их с помощью перманентного маркера. Бросаем наши платы в раствор и через некоторое время проверяем их состояние. Думаю, процесс управления не займет повремя не больше часа. Продолжение следует... Продолжение следует... Прошло 50 минут. Наши платы протравились полностью. В местах, где я выпрямлял перманентным маркером, хорошо сохранились. Убираю тонер растворителем 647. Перехожу к процессу сверления. Делать это буду на своем миниатюрном сверлильном станке, который изготавливал специально для сверления печатных платок и миниатюрных работ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Далее залуживаю все платы. 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 Большая часть работы сделана. Используя данную схему, переходим к сборке одной из платов. Подстроечный резистор используем 500 килоом. С его параметрами предел регулировки будет от 0 до 100%. Денистор ДБ3 не нуждается в цикулевке. Можно впаивать любой стороной. Симистор использую БТ-138. Далее залуживаю все платы. За кадром сделал радиатор из алюминиевой пластины, на который буду садить семистор с помощью термопасты для улучшения теплоотвода. Начинаю сборку с мелких деталей. Продолжение следует... Продолжение следует... Затем... Паиваю переменный резистор, а в конце семистор, установленный на регулятор. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После запайки клеммников плата полностью готова. Для проверки работоспособности подключил в нагрузку лампу 60 Вт 220 Вольт и параллельно мультиметр с измерением напряжения. Плата заработала сразу и регулирует напряжение от 0 до 220 Вольт. Кому понравилось мое видео, ставим большой палец вверх и не забываем подписываться на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видео. В одном из следующих видео я выложу самоделку с использованием этой платы регулятора мощности.